Чемпиона мира, ВАКО ПРО, друзья! И... Мы начинаем седьмой бой битвы чемпионов 9. Кикбоксинг. Ваше внимание на экран. Стиль кикбоксинг. Кикбоксинг. Кикбоксинг — это вид спорта, в котором сочетается техника ударов ногами, заимствованная в ряде восточных единоборств. И кулачная техника бокса. Существует несколько разновидностей кикбоксинга. Полноконтактный, с боями на боксерском ринге, и легкоконтактный, с поединками на татами. Во всех из них запрещены удары локтями и броски. Кикбоксинг и сегодня продолжает динамично развиваться, о чем говорит постоянное появление новых версий. Внимание, друзья! В красный угол приглашается боец из Симферополя, крымчанин Максим Колбак! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Максим Калпак, Россия! Второй боец также является представителем кикбоксинга. В синий угол ринга приглашается боец из Варны, Болгария, Владимир Валев! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В красном углу мастер спорта, призер Европейского чемпионата, призер чемпионата России Максим Калпак! В синем углу наш гость из Болгарии, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, двукратный чемпион мира по тайскому боксу, двукратный чемпион Европы по кикбоксингу Владимир Валев! Внимание! Бой пройдет по правилам ВАКО К1! Продолжительность поединка 3 минуты, 5 раундов, перерыв между раундами, 1 минута! Ваши аплодисменты! Поддержим, лужники! Главный бой Гессера! Ваши аплодисменты! Шейхерс, слушайте мои комментарии. ВАКО ПРОК РУЛС. Вот ГИТ ГЛАВНЫЙ. Я хочу видеть хорошую, чистую борьбу. Какие вопросы? Хорошего счастья! Как говорится, кто не будет слушать, Денис Сиденко, я говорю, того съем. Ну, в общем, право. Возможно, семейство. Возможно, с семейством, да. Титульный бой. Версия ВАКО ПРО, одна из самых престижных и самых... Ну, скажем так, значимых. Значимых. И российско-болгарское противостояние. Максим Колпак, Симферополь, Россия. Мастер спорта по кикбоксингу. Призер чемпионата России. Чемпион Украины. В версии ВАКО ПРО. Десятого-десятого годов. Чемпион мира среди клубных команд. Серебряный призер Европы. Разделе Киеван десятого года. Встретится с Владимиром Валевым. По прозвищу Питбулла, представляющего Дримварна. Который очень уж негодяй бодро этот поединок начал. И сейчас окучивает Максима Колпака по всему уровню. Как ты чемпион мира? Максим попытался пробить бэкфист, но в глухую защиту Владимира попал. И никакого урона этим ударом не нанес. Так вот, двукратный чемпион мира по кикбоксингу. Двукратный чемпион мира по тайскому боксу. И двукратный чемпион мира по кикбоксингу. Болгарин? То есть тут всего хватает? Внушительный. Более чем. Более чем. Тайская мать. Да. Сразу атмосферник. Жалко, не можем передать это. Слава Богу, наверное. Ну. Еще бы не хватало запахи передавать. Это же кошмар. Жестко. Максим пока не совсем понимает, что нужно делать со своим соперником. А Владимир гнет свою линию прям до последнего. Очень жесткие у него ноги. Это прям сразу заметно. Первое, что он сделал в этом поединке. Вообще первое действие этого боя. Всадил лоу. Прям сразу же. Смотрите, он с первого раунда. Дистанция довольно длинная. Все-таки 5 по 3. Это 5 по 3. Профессиональный формат. И он с первого раунда начинает прямой вес в удары вкладывать. Это редко видишь. Потому что вначале как-то старается работать через разведку. О, хорош. О, хорош. Попади он сейчас. Там уши бы отлетели. Кажется, освоился потихонечку колпак. Уже и щиты начал ставить. Но сейчас натип нарвался. Теперь, кстати, Дмитрий и нам с вами стоит перестроиться от двухминутного формата поединка. Да, да, да. Здесь уже... Все как у взрослых. Спокойно, да. Только спокойнее. Загнал в угол. Попонька пробить колено. В прыжке. Попал в локти. И при этом вот та комбинация. Раз, раз, два. Плюс на лоу выход. Ну, вот он ее практически безукоризненно бьет. Ну, давай. Опа. Пошли по локации. Хорошо. Ой, как хорошо, а. Ну, мол, что ж ты, милый, так слабый? Ну-ка, давай еще дай. В печень хорошо сейчас пробил. А Бэфис попал. Бэфис попал, но при этом Максим пропустил в печень. Достаточно мощность руки. Вот. И сейчас, кстати, опять Владимир. Заходите туда. С крючками. Владимир выцеливает как раз таки. И отдает колено. Сместился шагом в сторону. Провалил бандератаку. Нормально. Врагосвоился. Десять секунд до окончания первого раунда. И это будет рубка, дорогие друзья. А теперь уже, кстати, кажется, Валев немножечко не понимает, что делать. Потому что Максим выдержал стартовый натиск. И теперь уже сам пошел вперед. Абсолютно верно. Лужники как-то в стране. Все в порядке. Решающий бой. Едем. Лужники. По совести сказать, здесь очень уж бодро начал. Я не знаю. То ли Владимир Валев очень уверен в своих, прежде всего, кондициях. То, что выносливость. Но до таком темпе, в таком ритме отработать пять раундов, мне, мягко говоря, не верится. Ну, просто не верится. Это совершенно исключительная подготовка. И исключительная мотивация. Там плюс заряженность. Плюс все остальное. На бой. Или ты где-то к середине сдуешься. Возможно, у него была ставка на то, что как раз-таки своим напором в самом начале надломить Максима. И потом уже бой закончится где-то в начале дистанции. Не в конце, а в начале. Ну, в том, чтобы я имею в конце дистанции, просто доработать ее до конца. Если надо будет, а противник будет уже опасаться. Ну да. Возможно. Что надеется... Кстати, вот обратите внимание, сейчас в перерыве Владимир сел, а при этом Максим восстанавливался стоя. Грязненькая работа. Обратили внимание, что сделали? А это как раз-таки вот одна из тех хитростей, чтобы психологически вывести соперника из себя. И Владимир уже в самом начале это показал, когда он провоцировал своими действиями. Разводил руки и призывал как раз-таки Максима к действиям. Это как раз-таки вот попытка вывести нашего спортсмена из психологического состояния. Стал хорошо, а колпак разрывает дистанцию. Пробивает, сразу же отходит. Ну, причем левый сбоку первым ударом всегда попадает. Максим немножко не развивает атаку. Все нормально у него получается, но при всем при этом он перестаивает. Ни в коем случае нельзя ему зажиматься в углу. Жестко. Очень жестко по ногам. Вот какое-то у меня обманчивое впечатление по поводу состояния Валева. То ли он немножечко подстает, то ли он держит темп. Я, например, не могу пока определить. Валев взял, вы знаете, Алексей, попал. Он очень сильно пробил его ноги. Да. Ноги пробиты, он начинает падать уже и сейчас будет их прятать. А Валеву будет он постоянно запихивать туда лоу жесткий через комбинацию. И набирать очки. Набирать очки. У Валева хорошая такая манера работы, надежная. Во-первых, многоударная комбинация. Он практически не бьет одиночные удары. А вот как раз и колпакой этого не хватает. Еще! И вот сейчас опять-таки встал на стопу отбитых ног, он стоит на месте, он застаивается. А когда против тебя соперник выдает многосерийные, многоударные, вернее, серии, это, конечно, чревато. Сейчас он уже подводит начинает фактически. То есть выставил в удобную позицию и сейчас пристреливаться будет. Хорошо. Ага. А веса в ударе уже не очень есть. Угол Максима призывает включить спортсмену ноги. В печень. Зашло. Уже видно некая отбитость, кстати, на печени у спортсмена из Болгарии. Посмотрите, ну все же. Вообще классно сейчас делает Болгарин. Опять корпус по ногам. На автомате поднимают щит. И раунд закончен. Но этот раунд Максиму уже дался тяжело. Очень. Викровенно. Вы же посмотрите, насколько просажены ноги. Это здесь заметно. Они красные примерно так же, такого же цвета, как и перчатки, как и шорты, накладки на ногах. Друзья, давайте по одессе бойцов и музыкантам аплодисментами в этом перерыве. Вот очень хорошо огрызнулся в этом эпизоде. Сейчас посмотрите. Очень тяжело. Очень тяжело будет сейчас что-то делать Максиму. Потому что... Нужно как-то переламывать ход. Надо переламывать. Надо... Вы знаете, вот в этих случаях есть всегда, как бы, ну я не знаю, рецепт не рецепт. Чтобы не очень много, надо начинать атаковать самому. Но он сейчас по скорости, и тем более стоя на всей стопе, он не успевает заваливаем, но не получается. Ну, во-первых, мы сейчас должны посмотреть, как долго еще все-таки Валев будет держаться за темп. Попрыгаться, да. Такое ощущение, что у него так силы прибавляется. Хорошо. Хорош по опоре. Да. Ой, дошло. Попал. Неожиданно. Хочу сказать. Майгире в голову попадает крайне редко. Леота Мачиде гордится вами. Чтобы лутка была вкусной. Так. Куда он его понес? Очень сложно. А, кстати, по-моему, Пал Гарин как раз таки хочет уже немножечко передохнуть. Потому что вот эти как раз таки прихваты, немножечко отойти подальше от соперника. Он уже начинает выигрывать время, чтобы как-то затянуть бой. Дай бог, дай бог, Алексей, что это действительно будет то, как вы предполагаете. Я искренне в это. Хочу верить, чтобы Максима что-то получалось сделать самому. Самому Максиму, Максиму. Сейчас уже заметно, что он начинает немножечко отдыхать. Вот. И как раз таки вот эта вот улыбка, она вот, она, на самом деле, обманчива. Он хочет показать тем, что у него все в порядке, но мы прекрасно понимаем, так же как и Максим. Он понимает лучше нас то, что уже далеко не так дела обстоят на него. Радужно, да. И начинают больше пропускать теперь Болгарину. И теперь если Максим реализует вот это преимущество, потому что он начал подключать ноги, как ему подсказывает угол. И если сейчас на фоне функционала Максиму сейчас еще получится отбить ноги Болгарину, то тому придется тяжко. Ну вот сейчас ты ответил боковым. Зайди сам с конфинацией. Ой. А Максим, кажется, начал кураж ловить. Уже так и заново подпрыгивает. Разойдется, немножечко разойдется, но нельзя, помните, мы в самом начале первой раны, нельзя в таком темпе держать. Конечно. Это невозможно. И вот несмотря на то, что у колпака отбиты ноги, он уже начинает заново прыгать вот это вот. Передвижение демонстрирует, которое как раз сейчас и необходимо. Плюс, обратили внимание, наверное, да, Алексей? Те кресты, которые выбрасывает руками Валев, они все сейчас он обталпливает защиту. Конечно. И уже Максим начинает уклоняться, потому что скорость совсем не та, теперь у Болгарина. А вот сейчас хорошо. Главное теперь вот просто не допускать ошибки самому. А сейчас хорошо пробил комбинации завершающим прямым. Пропускает Болгарин, не безгрешен тоже. Стоять на ногах, хорошо. Успевает перекрываться Максим, это радует. Так. А ну-ка еще разик. Нужно, мне кажется, показать сейчас Максиму руками. Сделать двойку обувну и только после этого уже пробивать печень. За несценятельного Максима вот в середине этого раунда совершенно было чудесно. Он начал атаковать, у него начало получаться. Пошли много ударные комбинации. Потом встал в концовке и опять Валев ожил. И опять ожил, опять стал срабатывать. Ох, какой должен быть четвертый, пятый раунд! Вот они чемпионские. Вот они чемпионские, здесь все-таки поезд, поезд престижным сейчас разрезать. Стоять. Готово Продолжение следует... Краск до 8ick Продолжение следует... ... mobilied Гавриил Дмитриев Боль хорошо ушёл Максим Владимирович Комсмон, но боковой успел увидеть Стоп, как говорили Встреча с Абдемией Гавриил Дмитриев Защита всё Защита опять Максим Комсмон заставили Ещё посмотрите За такой приземинар он оказывается? Бум-бум-бум Пожалуйста, поиграем Вот как только руки убираем Хорошо Не донёс Гавриил Дмитриев Гавриил Дмитриев Гавриил Дмитриев Совокутного четвёртанта чемпионата мира У Майндейт Бакетбоксов Гавриил Дмитриев Сп反hot Большой Ну, кстати, вот надо отметить то, что Владимир по функционологии не просил, как мы ожидали. Четвертый, по крайней мере, рак он провел на высоком темпе. Он медленнее, существенно медленнее. Мощр, первое, но уровень ты держит, уровень которого хватает для того, чтобы Максим чувствовал себя максимально дискомфортно. Опа, отказ. Отказ. Ноги. Видимо, уже невозможно. Не дотерпел 10 секунд, ну а в пятом просто... А в пятом раунде, ну да, просто уже, видимо, если боец подобного уровня отказывается, значит, что все-таки очень уже тяжело. Не исключаю, что травма, точнее, почти наверняка травма. Но степень тела сейчас можно определенно наблюдать многие, ну просто синюшного цвета, красный-синевой такой с отливом. Ну а Болгарин здесь приветствует публику. Надо отметить, что публика тоже его приветствует. Он по праву победил, вопросов нету, никаких вопросов нет. Чего у него получилось? Сразу памятные фотографии, поехали. Ну что ж, обидно для Максима, он не смог перед родной публикой победить. Показать, наверное, все. Чемпион 100.000 икона! Вы-ка у вас как с болгарским, Алексей? Да, вот в школе изучал лет 11, да позабыл что-то. Забыли, да? Как же так? Ну можно подводить на самом деле промежуточные итоги форума битвы чемпионов 9, пока у нас будет еще церемония награждения, повторы. Ну, во-первых, надо отдать должное организаторам, Российскому союзу боевых инструкций, сказать большое спасибо. За что? За то, что они, наверное, единственные, кто на просторах нашей необъятной родины дает возможность вспомнить вот этот старый дух из серии Чьё Курфу сильнее. В очном противостоянии сводить разные школы с выяснением чей стиль в данном конкретном противостоянии будет лучше и, соответственно, чья школа в данном конкретном противостоянии будет сильнее. За это спасибо, потому что да, потому что это круто, потому что это интересно. Это тот самый старый дух, и в том числе и смешанных единоборств, когда поединки были, перечислить между чистыми спортсменами. Борец. Да, боксер-борец, кикбоксер-каратист. Вот этот дух, он будо, он здесь присутствует. И вот дух уважения, это опять-таки то, что присутствует здесь и демонстрирует силу каждой школы. Владимиру Валеву, мы поздравляем с победой, Максиму, мы желаем скорейшего восстановления. Ну и, конечно, да, и формат, хотя он вызывал определенные вопросы по причине двух минут для поединка по смешанным ударам на борцовским правилам. И, как мне кажется, все-таки две минуты это очень-очень мало. И всю технику, всю красоту не показали. Всю, какого могли, наверное, на самом деле. Но, тем не менее, если брать все события целиком, оно, наверное, нигде не проседало. Приветствую, чемпиона мира. Патухасиков поднялся в ринг, чтобы наградить. Владимиру Валеву сейчас нужно награждать. Замечательных людей, которые проводили наше награждение Алексей Штурмин. Глеб Музруков, Светлана Шурова. Всех наших замечательных выгнерсов, больших спортсменов, больших руководителей. Ну и сейчас традиционное фото на бай. Всем большое спасибо. Все очень свободны. Ну что, на этом, наверное, дорогие друзья. Друзья, давайте сейчас оставим приветственные и поздравительные слова участникам. Посмотрим на лучшие моменты. А мы, гомендатор телеканала «Матч» Дмитрий Бобцов и мой коллега Алексей Сафан, обозреватель, спортивный обозреватель, в том числе единоборческий газета «Московский комсомолец». Будем прощать с вами. Большое спасибо нашему режиссеру, Вешалину и редактору Сергею Блокурову. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!